Други Игрищ и Забав. Внезапные рассказы. В нервной, шумливой семье Худяковых, происшествия, родился младенец по имени Антон. Тот-то был оволнений, крика, когда их, роженицу и младенца, привезли домой. Радовались, конечно, но и шумели, нервничали тут же, стыдились радоваться. У Антона нет отца. То есть он, конечно, есть, но пожелал остаться неизвестным. Семья Худяковых такая. Отец Николай Иванович сухой, 50-летний, подвижный, как юноша, резкий шофер. Как разволнуется, начинает заикаться. Мать Лариса Сергеевна обычно грекливая, но не злая. Сын их, Костя, 23-летний, слесарь, тош, нервный, часто волнуется, но тогда не кричит и не говорит, мало говорит. Старается найти слова сильнее, точные, не сразу их находит и выразительно смотрит темно-серыми глазами на того, кому он хотел бы найти эти слова. И, наконец, дочь Элевтина, 20-летняя, с припухлыми, чуть вывернутыми губами, хоть тоже шумливая, но добрая и доверчивая. Ха-ха-ха, как к овцам. Она-то и родила Антона. Из-за нее-то и нервничали. Казалось бы, чего уж теперь-то нервничать? Знали же, ждали же. Нет, как привезли человечка, тут они все разнервничались. На то они и худяковые, крикуны, особенно отец. — Ну, хорошо, ну, это, ладно, — кричал отец. — Если он не хочет прийти, то хоть скажи, кто он. А Элевтина плакала, но не говорила, упорно не говорила. Николай Иванович из себя выходил, метал с по комнате. Лариса Сергеевна, это странно, но никто как-то на это не обращал внимания, что это странно. Не кричала, а спокойно налаживала кроватку, распоряжалась насчет пеледок, распашонок. Она, как видно, свое откричала раньше. У Кости, брата, было сложное чувство. Младенец волновал его, обрадовал, но досада, стыд и злость на сестру губили радость. Он тоже хотел было знать, кто же это такой ловкий, что и ребенка спустерил, и глаз казать не хочет. — Подожди ты, не кричи, — сказал он отцу. — Чего криком достигнешь? — Достигалый, — закричал и на него отец. — Вы всегда достигаете. Вот вы чего достигаете в подолок приносить? Радуйтесь теперь. — Ну и все. Чего кричать-то? Чего изменишь-то? Криком. — Я хочу знать, кто. Отец резко круднулся на месте, махнул рукой и выбежал из комнаты. На кухню. Он не мог совладать с отчаянием. — Как добрым. Отдельную квартиру дали. Вовсе уже беспысленно кричал он оттуда. — Нет, они начинают тут. Тьфу! — Алька! — приступил к допросу Костя. Приступил, как ему казалось, спокойно и умно. — Скажи мне, я один буду знать, кто. — Иди ты к черту! — закричал на него заплаканный Алька. — Не скажу! Не ваше дело! — Не наше! — закричал и Костя. И уставился на сестру и смолк в поисках сильного справедливого слова. — А чье же? — Не наше! — Занудовый! Дурый! Он тоже резко повернулся и ушел на кухню. — Ну что за дуры такие? — повторил он уже на кухне при отце. И стал закуривать. — Убивать таких! Отец, засунув руки в карман и брюк, стоял у окна. Обиженно смотрел на улицу. — Вырасти ли дочь? — сказал он. — Хоть беги теперь от позора. — С кем она дружила-то? Опять повысил он голос и повернулся к сыну. — Не знаешь? — Откуда я знаю? — Откуда я знаю? — Чёрти! Засмеют теперь! Людям только дай под... Они долго молчали, курили, невольно прислушиваясь к возне там, в комнате. Маленький Антон молчал. — Парень-то крепкий уродился! — сказал отец с тортальческим голосом. — Ну и пусть растет! Невольно поддался было Костям мирному, хоть и горькому настроению. — Что теперь сделаешь? — Ну нет! — взвился опять отец и вскочил и заходил по тесной кухне. — Это они сильно легко жить собрались! Чёрта с два! Так не бывает! Он помолчал, ещё походил немного, остановился перед сыном. — Вот и вот что! Когда успокоимся, ты как-нибудь подъехай к ней! Хитростью как-нибудь! Не может быть, чтобы нельзя узнать! Что ж, в чужой стране, что он? Поумнее как-нибудь! Не кричи! Не кричи! А поспокойнее! То-сё! Мол, может, привет передать! Да не может быть, чтобы нельзя было узнать! Я его приведу под лица и носом в пелёнке, как кота! Вот теперь твоё место здесь! Здесь, гады золотушные! Ишь научились как! Прямо не жизнь, а молида! — Ну нет! — Да что нет-то? Что нет-то? Рассердился вдруг Костя на отца! — Что сделаешь-то? Что сделаю? Приведу и поселю здесь шить! Вот тебе, друг Ситный, твоя семья, жена и сын! А он пошлёт тебя! И всё! И ничего ты не сделаешь! Отец строго уставился на сына! Но, видно, и сам тоже подумал! А что действительно тут сделаешь? — Сделаем! Сказал он обещающе! Но развивать эту мысль дальше не стал! Нечего развивать! Вот и не стал! Сел, загурил опять! Курил и смотрел в пол безнадёжно! Пальцы рук его чуть тряслись! Косте стало жалко отца! — Ничего он не сделает! — подумал он! — Что он может сделать? Покричит, покричит! А будет всё как есть! Но если пожилой отец ничего не может сделать, тут же подумал Костя, то мне-то грех оставлять без защиты, без сестру и племянника! Это уж извините! И решил Костя, не надо кричать, не надо суетиться, надо спокойно, железной рукой, восстановить справедливость! Эти волосатики, правда, что собрались слегка жить! Почему-то он был уверен, что отец Антона какой-нибудь из этих, каких он часто видел во дворе с гитарой! Самого Костю как-то миновало это поветрие, трясти космами и до одури бренчастной гитаре! Он спокойно презирал обтянутых парней, сторонился и следил только, чтобы у него с ними не случилось драки! Волосатики ходили стадом и не стыдились бить кучей одного! Костя решил, что он всё равно узнает, кто отец Антона, а там уж виды будет, что делать! И Костя узнал! Дня через три, когда все малость успокоились, он потихоньку перерыл сумочки сестры, карман её пальто и курточек, и нашёл, что искал! Забистую книжку! В книжке номера телефонов! Костя стал внимательно изучать все эти номера! Тут были телефоны подружек, рабочие телефоны, а Левтина работала на почте! Телефоны каких-то тётей, но того, что было нужно, не было! Тогда Костя набрал телефон первой попавшейся подружке Левтины, Света какой-то! — Света? — спросил он вежливо. — Да! — пропел ему в ухо голосок. — Кто это? — Света, это брат Алкин! Слушай сюда, у нас же это прибавление! — Света молчала. — Знаешь, да? — продолжал Костя игриво. — Да! — сказал в ухо голосок. — Знаю. — А чего же он не звонит? — А? — Кто? — Игорь? — Да, Игорь-то. — Чего он? — Ну, они же... Света, видно, как спохватилась, помолчала и сказала. — Я не знаю. — Что не знаю? — Чего ты хотел сказать? — Не знаю. — А кто он этот, Игорь? — Не знаю. — Все, теперь она не слезет со своего. Не знаю. — Ну, хватит и того, что успела сказать. — Что же вы такие, Света? — спросил Костя как можно спокойнее. И сжал трубку, аж пальцы побелели. — Какие? — удивила Света. — Да лохудры-то такие. Что, совсем что ли, дуры полные? Света положила трубку. — Игорек, ну, держись. Игорек, собака. Костя походил возле телефона автомата. — Как умней повести дело. Надо же этого Игорька еще добыть. — Эх! — догадался Костя. — Да эти же и знают с гитарами-то. Чего я? И он подошел к одному, к тоскливому. Этот тоскливый был видос похмелья по воскресному делу. Сидел один на скамеечке под березой. Усталый, одиноко смотрел перед собой. Ждал что ли кого? — Что такой задумчивый? — спросил Костя, присаживаясь на скамейку. Тоскливый повернулся к нему. Глаза круглые, неглупые, несколько усталые, но тотчас засветились любопытством и неким немым ожиданием. — А чего? — спросил он. — Да нормальные люди, — успел подумать Костя, — напускает только на себя. У этого тоскливого даже и волосы-то не такие уж длинные. Правда, усы. — Ты этого Игорька знаешь? — прямо спросил Костя. — С сеструхой-то, который тоскливый некоторое время с интересом смотрел на Костю. И то изучал, но и не скрывал интереса. — Успехнулся. — Хм, а тебе что? Костя заволновался, но прищемил свое волнение зубами. Тоже смотрел на Усатого, старался успехнуться, но не знал, успехается или нет. Очень уж он как-то сразу взволновался. — Пошли выпьем, — сказал Костя. И суетливо сунулся в карман, чтобы этим жестом успокоить Усатого, что не трепется, что деньги есть. Но деньги не стал показывать, ибо заметил, что Усатый утратил интерес к нему. Видно, как поторопился он с этой выпивкой. — Ну, а как? Как? — в отчаянии соображал Костя. — Как же? — Прикупить, что ли, хочешь? — спросил Усатый. И отвернулся. Но снова повернулся. — Зачем тебе, Игорек-то? — спросил. Тут Костя взмолился. — Слушай, прости с этой выпивкой, сам не знаю, чего я. Прости. Он даже тронул трясущейся рукой Усатого по колену. — Я хочу спросить Игорька, будут они сходиться-то? Усатый опять смотрел на Костю. И опять глаза его круглые, слабо осветились жизнью. Опять ему стало интересно. Он усмехнулся. — Ха, не будут, — сказал он. — Почему? — спросил Костя. Он хотел бы тоже усмехнуться, но не знал, получается у него успешка или нет. А зачем же тогда ребенка-то? — Это ты у сестры спроси, — молвил Резон на Усатый. И отвернулся. Интерес потух в его круглых глазах. Мгновение Косте казалось, что он кинется на Усатого, вцепится его в горло, но он помолчал и спросил. — Неужели ребенка-то хоть бы посмотрел? — Что уж тут, съедят, что ли, у вашего Игорька? Чего боитесь-то? — Кто боится? — спросил Усатый удивленно. — Да вы боитесь. Костя понял, что нечаянно угодил в слабое место усталой души Усатого. Чего же прячетесь, если не боитесь? Усатый долго молча смотрел на Костю. И Костя смотрел на него, и ему удалось презрительно усмехнуться. Он это почувствовал. — Ну и богатся же, — сказал он презрительно. — Чуть чего так в кусты, джентльмены, мать вашу, твари. Усатый задумался, скосил глаза куда-то мимо Костя и даже губу покусал в раздумье. — Эм, — сказал он, — я могу дать адрес Игорька, но вечером ты выйдешь и расскажешь, как вы там поговорили. — Так есть? — Есть, — поспешил согласиться Костя. — Расскажу. — Мичурино, 27, квартира 18. Но не забудь, вечером расскажешь. Костя летел на Мичурино и твердил в уме, 27, 18, 27, 18. Почему-то взял страх, что забудет, а записать ручки с собой нет. Ни о чем другом не думал, твердил и твердил эти цифры. И только когда пришел к дому 27 и стоял уже перед дверью, на которой табличка 18, тогда только перевел дух. И тут обнаружил, что очень волнуется. Так волнуется, как никогда не волновался. Даже сердце заболело. — Нет, надо успокоиться, — решил Костя. А то что же я такой сделаю там? Он походил перед дверью, не успокоился, а сам того не желая, не сознавая даже, нажал кнопку звонка. Дверь открыла маложавая еще женщина, очень приятная на вид. Открыла и смотрела на Костю. — Игорь, дома? — спросил Костя спокойно. Он поразился в душе своему вдруг спокойствию. Только что его чуть не трясло от волнения. — Нету. Что-то такое было, наверное, в глазах Костя, что женщина не закрыла дверь, а смотрела на него вопросительно, даже встревоженно. — А вы... вам зачем он? Костя пошел прямо на женщину. Она невольно постранилась, и Костя прошел в квартиру. По коридору навстречу ему шел мужчина в спортивном костюме лет так пятидесяти пяти с брюшком, но с таким аккуратным брюшком, упитанный, добродушный. Но хоть лицо его добродушное, в эту минуту оно тоже было несколько встревоженное. Он тоже вопросительно смотрел на Костю. — Я к вашему Игорю, — сказал Костя. — Но нет же его, — чуть раздраженно сказала сзади женщина. — А где он? Костя встал в коридоре между мужчиной и женщиной, отцом и матерью Игорька, как он понял. — Мне его срочно надо. — А что такое? — спросил мужчина. — Он скоро придет? — в свою очередь спросил Костя. Спросил почему-то у женщины. — А что такое? — опять спросил мужчина. Костя повернулся к мужчине и долго, внимательно смотрел ему в глаза. Тот не выдержал, шевельнул плечом, коротко, повер Кости, глянул на жену, потом опять на Костю. — В чем дело-то? Вы можете объяснить? — потребовал он строго. Костя стиснул зубы и смотрел на мужчину. — У Игоря вашего, — заговорил он дрожачем от обиды, от горькой обиды и ярости голосом. — Родился сын. — Но Игорь ваш не хочет даже, Игорь ваш прячется, как Костя не досказал, как кто, но он знал, чувствовал. — Он здесь сейчас скажет все, как на грех стоял перед ним сытый, благополучный человек. Квартира большая, шуба дорогая висит на вешалке, шляпа на вешалке сверху. — То есть? — как-то даже пропел мужчина. — Как это? — Что? 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 Несколько заполошно зачастила сзади женщина. — Что? — У Игоря вашего родился сын, но Игорь ваш не на тех нарвался. У Кости прыгали губы. Все здесь, эти изумленные, сытые люди, квартира богатая, все предстало в его сознании, как мир недобрый, враждебный. Он весь стистулся, скрутился в злой, крепкий комок. Он мог бы, готов был, дать ногой в аккуратный шивот мужчине. — Не на тех дорвался ваш Игорь, — повторил Костя. В этот миг ему бросилась в глаза медная ступка с пестиком, что стояла на тумбочке в коридоре. Он отметил, что она стоит тут. Это придало Косте уверенности. Он даже несколько успокоился. — Ну-ка, пройдемте сюда, — сказал мужчина. И повернулся и ушел в дверь направо из коридора. — Идите сюда, — сказал он уже из комнаты громко. Костя повернулся к женщине и сказал. — Идите, чтобы вы тоже знали. И показал рукой на дверь, куда ушел мужчина. Женщина, она была так растеряна, что покорно повиновалась, пошла в комнату. Когда она зашагнула за порог двери, Костя прошел мимо тумбочки, неслышно вынул пестик из ступки и сунул во внутренний карман пиджака. Пестик был небольшой, аккуратный, тяжеленький. Он оттянул полу и пиджака, но надо специально приглядываться, чтобы это заметить. — Ну-ка, по порядку, — велел мужчина, когда Костя вошел в большую красивую комнату с рыбками на подоконнике. — Не волнуйтесь, не толком расскажите, в чем дело, кто вы такой. — Человек, — сказал Костя, опускаясь в мягкое кресло. С пестиком он себя чувствовал уверенно, как с наганом. — Ваш Игорек, я еще раз вам говорю, ваш Игорек стал отцом, но хочет, как гад, ускользнуть в кусты. Я повторяю, у него этот номер не пройдет. — Да кто вы такой-то? — чуть не со слезами скричала женщина. Она поняла, что это правда. Ее Игорек стал отцом, и она готова была зареветь от ужаса. — Погоди, — остановил ее муж. — Ну-ка, — терпеливо, но уже и недобро стал он расспрашивать. — Наш Игорь стал отцом, то есть у него родился ребенок, так? — Так, Антон. — А кто мать Антона? — Моя сестра. — Боже мой! — воскликнула опять меловидная женщина и уставилась на Костю с больбой и отчаяними. Косте показалось даже, что она увидела оттянутую полу его пиджака и вот-вот взмолится, чтобы их не убивали. — Да какой же он отец? — А кто твоя сестра? — продолжал допрашивать мужчина. Он заметно сердился. И чем больше он сердился, тем опять спокойнее становился Костя. Спокойнее и ожесточенней. — Тоже человек, — сказал он, глядя в глаза мужчине. — Я тебе дело спрашиваю, сопляк! — взорвался мужчина. — Чего ты? Пришел здесь, понимаешь. Чего ты ломаешься, сидишь? Пришел, говори дело. Кто твоя сестра? — Человек! — сказал Костя. Руки его ходуном ходили. Охота было уже выхватить пестик, но он еще сдерживал себя. — Молодой человек! — взмолилась мать. — Да вы расскажите все! Зачем же мы злимся-то? Расскажите спокойно! — Я не знаю, почему ваш муж обзываться начал, — повернулся Костя к женщине. — За сопляка я еще... Мы еще про это тоже поговорим. Моя сестра, ей 20 лет. Она работала, пока не забеременела. Теперь она туда, конечно, не пойдет. От позора. — Работала на почте. Мы люди простые. Мы люди простые! — повторил с глубокой внутренней силой Костя, глядя на мужчину. — Но Игорек ваш от нас не уйдет. Лично от меня не уйдет. Ясно? — Ясно, — сказал мужчина и встал. — Вот от того, что ты сопляк, я повторяю, сопляк, пришел и взял сразу такой тон, я с тобой говорить отказываюсь. — Тоже ясно? Я буду говорить с твоей сестрой, с отцом, с матерью, а тебе приказываю вон отсюда. И показал рукой на дверь. Он был властный человек. Костя встал и вынул из кармана пестик и сразу без слов пошел на мужчину. Вмиг лицо мужчина сделалось серым. Он попятился назад к рыбкам, нахмурился и смотрел, как зачарованный на медный пестик в руке Кости. Женщина не сразу поняла, зачем Костя встал и пошел, зачем вынул из кармана пестик, она это тоже как-то не поняла. Она поняла все, когда увидела лицо мужа и закричала пронзительно, жутко. Костя оглянулся на нее и тотчас полетел на пол от крепкого удара в челюсть. Мужчина прыгнул на него, заломил назад его правую руку и легко вырвал пестик. — Вот ты какой! — сказал он, поднимаясь. — Вставай! Садись сюда! Костя поднялся, сплюнул с укровицы на ковер, посмотрел на мужчину. Глаза Кости горели безумием и отвагой. — Все равно убью! — сказал он. Мужчина толкнул его в кресло. Костя упал в кресло, ударился затылком об стенку, но продолжал смотреть на мужчину. — Убью! Есть ружья! Под караулью и убью! — повторил он. Мужчина с пестиком в руке сел на бродев. Заговорил разумно и спокойно. — Хорошо, убьешь. — За что? — За то, что породили такого бессовестного, такую тварь бессовестную. — Кто так делает? Косте хотелось заплакать и кинуться на разумного мужчину. — Кто так делает? — загричал он. — Что делает? — Как делает? — Как ваш сын! — А сестра твоя как делает? — Шостко и справедливо спросил мужчина. — Она же совершеннолетняя. — Она дура! — Что значит дура? — Дуру не возьмут работать на почту. — Она жизни не знает. Много надо, чтобы их обмануть. — Нет! — постучал Костя худым кулаком по своей острой коленке. — Пока они не распишутся и не будут жить нормально, до тех пор я вам жизни не дам. Сам погибну, но вам тоже не жить. — Сам все сделаю, сам, сам буду судить за подлость. Мужчина внимательный и тяжело смотрел на него. Долго молчал. — Не пугай ты меня! Не пугай! — сказал Костя на это тяжкое молчание. — Не испугаешь! Убить можешь! Дай его он пестиком по голове и в багажник вывези куда-нибудь. — Господи, да что же это такое-то? Тихо, с ужасом воскликнула опять женщина. — Да о чем вы говорите? — Мне жизнь не такая дорогая, как к вашему красавцу. Но ему не жить, если он не сделает по-человечески. Костя опять с силой ударил кулаком по колену. — Не жить! Я жить не буду! Отец убьет вас! Он знает, куда я пошел! — Кто твой отец? — спросил мужчина. — Человек! Чего тебе все надо? Кто? Кто? Человек? Кто? Пузо у него, правда, нет вот такого? Костя посмотрел на аккуратный арбуз мужчины, обсянутый синим спортивным свитером. — Сейчас ты оставишь свой адрес и уйдешь, — сказал мужчина. Встал и подошел к столу записать адрес. — Говори, я не уйду отсюда, пока не дождусь вашего Игорька. Потом мы пойдем вместе, я его суну носу в пеленки, он будет знать, где теперь его дом и семья. — Да какой он семьянин! Не то с изумлением, не то невольно со смехом, с горьким, правда, смехом, — сказала мать. — Он только первый курс окончил, ему еще четыре года учиться. — Будет работать и учиться, — заметил на это Костя. — Ничего страшного. — Давай адрес, — опять стал злиться отец. — Я приду говорить с твоим отцом, а ты человеческих слов, я вижу, не понимаешь. — Ваш подонок зато понимает человеческие слова. Красивые, наверное, слова. Я не двинусь сюда, пока его не дождусь. — Да нету его, нету! Тоже громко и сердито воскликнула мать, оскорбленная за подонка. — Что же, милицию, что ли, вызвать? — Вызывайте! — Но нет его! Нету в городе, в деревне он! — Врете! — Говори адрес! — заорал мужчина багровее. — Не ори! — посоветовал Костя. — А то живот лопнет. Мужчина бросил ручку, бросил пестик, который еще держал в руке. Быстро подошел к Косте, сгреб его за шиворот и повлек по коридору к входной двери. Но как не крепок он был, мужчина, все же Костя был молодой и жилистый. Он сперва покорно пошел, повинуясь руки, а когда мужчина расслабился и уже без усилия вел Костю за шкирку, тот вдруг вывернулся и со всей матушки силы дал ногой мужчине в живот. Тот так и сел к стене на корточке. Женщина закричала, вылетела из коридора в какую-то еще комнату к телефону, как понял Костя, потому что услышал, как схватили трубку и крутнулся диск. Костя вернулся в красивую комнату с рыбками, взял пестик и вышел опять в коридор. — Не надо! — хоть с трудом, но громко сказал мужчина. Костя думал, что он ему говорит, но мужчина смотрел мимо него и еще раз крикнул. — Ольга, не надо! Женщина появилась в коридоре, тоже закричала. — Но это же бандитизм! Почему не надо? Это же бандитизм! — Не надо! — решительно сказал мужчина. Он поднялся держать за стенку, постоял, пережидая боль в животе, вздохнул и качнул головой, и скрипнул зубами. На Костю с пестиком не смотрел. — Пойдем к отцу вместе, — сказал он после долгой паузы. — Дай одеться, Оля! — Костя жалел, что пнул мужчину. Он сам не ждал, что так случится. Зато теперь хоть дело стало походить на дело. С отцом-то им легче захомутать этих жеребцов. Игорька с его папашей. Впрочем, чувство враждебности к отцу Игорька у Кости послабло. Осталось одно нетерпеливое желание — довести справедливое дело до конца. Когда мужчина надел костюм и появился в коридоре, у него каким-то образом куда-то упряталось брюшко. Стоял солидный мужчина, решительно крупный, крепкий. — Пошли, — сказал он Костя. — Пестик-то оставь. Костя положил пестик на стул перед самым выходом из квартиры. — Где ваш дом? — спросил мужчина, когда стояли у лифта, ждали кабину. — На Советской. — Как туда ехать? — Да тут три квартала. Лифт подъехал, вошли в кабину, закрылись. Мужчина нажал кнопку, мягко поехали вниз. Стояли близко друг к другу, так близко, что Косте было неловко смотреть в глаза мужчине. А тот смотрел на него. Но Костя тоже старался не утратить самостоятельности и решительного настроения. Единственное, о чем он пожалел в эту минуту, что он не такой же крупный и солидный, как этот, который смотрит на него несколько сверху. Костя часто жалел, что он не крупный, не солидный. — Сколько тебе лет? — спросил мужчина. — Не в этом дело, — сказал Костя. Тут лифт мягко остановился, точно сел на подушку. Очень хороший лифт. Вышли, спустились несколько вниз по ступенькам и очутились на улице. — А чего ты так ерепенишься-то? — спросил мужчина. — А чего же мне на вас молиться? — Да не молиться. Кто тебя заставляет молиться? Но так же тоже умные люди не ведут себя. Ваш Игорек зато ведет себя. Комсомолец небось. Из всякого безвыходного положения всегда можно найти выход. Запомни это. — Что, деньги небось будете совать? — Дурак, — сказал мужчина горько. — Психопат. И сестра твоя такая же? — Что же вы умные? Костя даже остановился от возмущения и от обиды. — И шумные. Костя сам теперь в упор смотрел на мужчину. — Умники! Он стизнул зубы и клятвенно сказал. — Я вам раз и навсегда говорю. Не сделайте по-человечески, я... Пошли! Короткий тоже решительно сказал мужчина, повернулся и пошагал дальше. От горшка от два вершка сплошные угрозы. Сопляк. Некоторое время шли молча. — Что же это за семья будет, если мы их силой сведем? — Вы об этом-то подумали? — спросил мужчина. — А он думал? — Да что ты как дятел! Он, он. А она? Она девка. А он парень. — Не ори. Мужчина посмотрел по сторонам. — Чего ты орешь? Я вообще могу не ходить с тобой. Выломлю штакетину и погоню вперед, если не пойдешь. Вид у Кости был такой свирепый, что можно было не сомневаться. Так и сделает. Выломит штакетину и учинить на улице драку. — Тьфу! Полудурок! Да неужели ты не можешь спокойно-то? — Не могу! — Я как только погляжу на твою спокойную... На твое лицо, так и у меня в голове все мутится. — Как ты-то можешь спокойно? Человечек же на свет родился. Маленький. А вы как... Да вы что? Все, не ори больше. Иди молча. Дальше до самого дома шли молча. Дверь открыл отец. Костя легонько подтолкнул сзади мужчину. Вошел сам в квартиру. Закрыл дверь и сказал. Дедушку привел нашего Антона. Здравствуйте. Серьезно, с достоинством сказал мужчина. Дедушка Антона. Я Сверидов Павел Владимирович. Так, сказал отец Кости. А мы, Худяковый. И смотрел на Сверидова пристально, прямо не мигая. Ну, приглашайте, сказал Сверидов. Показывайте внука. Из кухни вышла мать Кости и смотрела на Сверидова изумленно и с интересом. Вышла из комнатки, где теперь жил маленький Антон, мама его, Алептина. И смотрела на крупного дядю с недоумением. Она не слышала слов брата, что тот привел дедушку, поэтому не могла понять, почему так странно все стоят и молчат. Где же внук-то? Еще раз довольно бодро спросил Сверидов. Какой внук? Тихо спросила Алептина. Мой внук? Это отец Игоря, пояснил Костя. Какого Игоря? Твоего Игоря. Отца Антона. Во псих-то, сказала Алептина и ушла в комнатку. Чего ты самодеятельность-то разбиваешь? Сказала она из комнаты. И опять появилась на пороге. Какой Игорь? Ты не темни. Темни, громко сказал Костя. Он растерялся и это было видно. Чего не темни? Он отец Игоря. Уже не так уверенно сказал Костя. А Игорь, отец Антона. Что ты? Да откуда ты взял? Спросила Алептина. Чего ты людей зря беспокоишь? Дурак ты такой. Ну надо же. При чем тут Игорь-то? Погодите, 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 сказал Свиридов. Давайте разберемся. Вы были знакомы с моим сыном, с Игорем Свиридовым? Была знакома, знала его. Но дружил он не со мной, а с моей подругой. Тоже на почте работала. Значит, это не его сын? Откуда? А чей же он тогда сын? Нет, заорал Костя. Костя, сказал отец. Не ори. Ну, выяснили. Все, значит, в порядке. Извините, что зря побеспокоили. Да ну что, сказал Свиридов по-доброму. Дело разве... Да врет она! Опять закричал Костя. Не хочет говорить. Договорились с этим Игорем. Не ори, Костя! Тоже повысил голос отец. Чего орать-то? Извините, еще раз сказал он Свиридову. Мы, конечно, переживаем тут, поэтому и... Нет, обратился Свиридов к Алифтине. Может быть, правда, вы что-то скрываете? Может быть, Игорь... Да ни с какого боку, сказала Алифтина. И даже засмеялась. И пошла в комнату. Господи! Сказала она там сама себе. Она, как стала матерью, сразу как-то поумнела, осмелела, часто баловалась со своим Антоном и смеялась. Ну, что же... Свиридов повернулся к Косте. Я могу быть свободен? Костя, миновав его, молча прошел на кухню. И заорал оттуда, что было силой. Все равно дознаюсь! Дознаюсь! До свидания! Вежливо сказал Свиридов. Отец молча кивнул. Свиридов ушел. Не я буду! Дознаюсь! Еще раз крикнул Костя срывающимся голосом. Он плакал. Он устал за этот день. Очень устал и изнервничался. Други Игоряча из забав нашлись мне! Паразиты! Ладно, Костя, мирно сказала мать, не переживай. На кой он черт нужен, такой отец, если и найдется? Что, сами что ли не прокормим? Прокормим. Никто так не делает! Возразил Костя, вытирая слезы. Кто так делает? Ну, не делают. Сплошь и рядом. Садись, поешь вон. А то бегаешь, как сыщик. С лица опал даже. Что ты-то переживаешь? Костя присел к столу, склонился на руку и задумчиво смотрел в окно, во двор. Еще надо выходить вечером объясняться с этим, с усатым, думал он. Возьму нож и пойду. Пусть сунутся. Не переживай, Костя, сказала мать, ставя ему миску со щами. Сами вырастим. Не нож, а гирьку какую-нибудь на ремешке, решил Костя. За нож самому попадет, а с гирькой, на гирьку они тоже не очень кинутся. Други игрыщ и забав, еще сказал он. Он где-то услышал эти слова, они ему понравились, его сознание, и все косматые выстраивались под этой фразой, как под транспарантом, в колонну, не в колонну даже, а в кучу, довольно нахальную, бессовестную. Нет, не гирьку, а нож, вернулся он к первому варианту. Все страшнее будет, на нож не полезут. Был у него такой складной охотничий нож, довольно внушительный и ловкий в руке. Не ссунутся. На том он и порешил, и придвинул к себе тарелку со щами. Василий Макарович Шукшин, Други игрыщ и забав, читал Джохангир Абдулаев. 6 декабря 2024 год.